Все, что произошло на Украине, нельзя оценивать с точки зрения сегодняшнего дня. Это не влияние каких-то отдельных сил, это уже вторичное. Первичное – это просто очередная сторона. По сути дела, крупная европейская держава делает свой исторический выбор. И исторический выбор в Европе за последнее время делался только путем очень большой, к сожалению, крови, насилия и пертурбаций. И в этом плане то, что произошло на Майдане – это схождение абсолютно разных тенденций, которые были в обществе. И понимание того, что такое есть Украина. Одни понимали, что Украина – это часть европейского сообщества, европейская держава. И люди хотят жить по европейским масштабам и быть интегрированы не столько в Европу, поскольку что такое Европа – мало кто понимает. А хотят интегрировать в некую другую комфортность жизни, которая дает чуть-чуть больше возможностей по работе, по самореализации, даже по отдыху. Другая часть не очень понимает, что такое Европа, точно так же, как и первая. Зато хорошо понимает, что такое быть внутри себя полными националистами. И что национализм – это новые идеи, которые, с одной стороны, изолируют людей, но, с другой стороны, укрепляют государство. И вот когда эти несколько идей сходятся, они умножаются на текущий фактор. А текущим фактором был чудовищный уровень клановости, коррупции. И вот это повлияло, стало триггером. Но отнюдь не совсем основной причиной. И вот здесь все силы общества, которые были, все тенденции, вылезли наружу, проявились, столкнулись. И вот сейчас происходит что? Разбегание и стабилизация. Нельзя сказать, что ничего страшного не произошло. Но то, что произошло, хорошо укладывается в историю развития Европы в целом. Субтитры создавал DimaTorzok